Талия Алексеевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что за заболевание такое коронавирусной инфекцией, откуда она взялась? Добрый день. Вообще коронавирусы это семейство вирусов, которое вызывает обширное количество заболеваний, начиная от ОРЗ и заканчивая тяжелым острым респираторным синдромом ТОРС, или в народе он известен как атипичная пневмония. Вообще коронавирусы известны с 1960 года, когда были открыты. На сегодняшний день насчитывает 39 вирусов это семейство. Постоянно открываются новые вирусы. Вообще вирус этот распространен повсеместно и вызывает заболевания как у животных, так и у человека. То есть для нас это на самом деле инфекция не новая. Так ли опасен коронавирус для человека, как это описывают в СМИ? Если говорить о коронавирусной инфекции, то известна она уже давно. Она вызывала ОРЗ легкой и средней степени тяжести, которая поддавалась довольно-таки быстрому и легкому излечению, и поэтому не считалась опасной. Однако в 2003 году была зафиксирована первая вспышка атипичной пневмонии, которую вызвал новый коронавирус. Брала она зарегистрирована в 33 странах и унесла жизни более 600 человек. Также в 2012 году в Саудовской Аравии была зарегистрирована вспышка тоже ближневосточного респираторного синдрома, который тоже вызывал новый вид коронавируса. Новый вид, который вот этого года, он опасен тем, что он малоизучен, во-первых. Во-вторых, он вызывает довольно-таки быстрое развитие пневмонии у людей. Опасен он для лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, заболевания хронические легких. Также для лиц с иммунодефицитными состояниями, ну и для пожилых людей опасен. Откуда вообще берутся вот эти новые виды вирусов? Ранее неизвестный коронавирус – это новый штамп вируса, который ранее не регистрировался среди людей. Среди животных возможно. Вообще мир вирусов, он многообразен и многочислен. Мы постоянно открываем новые вирусы. Кроме того, вирусы постоянно мутируют, возникают новые штаммы, новые подвиды вирусов. Просто мы ранее с ними не сталкивались. Этот коронавирус известен, что его природным резервуаром являются летучие мыши и змеи. И существует гипотеза, что на рынке в городе Ухань, где и продавались эти экзотические животные, этот вирус смог мутировать во внешней среде, смог преодолеть вот этот межвидовой барьер и передался человеку. Поэтому возникло случай заболевания именно среди людей. И благодаря этому в процессе его мутации он сейчас может и передаваться среди людей. Не только от животного к человеку, но и от человека к человеку. Поэтому возникла вспышка именно в Китае этого заболевания. Какова статистика на сегодняшний день, есть ли заболевшие в России? На сегодня известно в мире зарегистрировано 9700 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество случаев зарегистрировано именно в Китае, в городе Ухань. Летальных случаев около 200. Но стоит отметить, что все летальные случаи возникли у людей, которые имели тяжелые сопутствующие заболевания. Были лицами пожилого возраста. В России случаев новых не зарегистрировано. Ну вообще не зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции, не завозных, не новых. А вообще в мире, да, есть случаи зарегистрированные в Австралии, в США, в Сингапуре, в Корее, в других странах. Но все эти случаи, они либо завозные, то есть люди находились либо в Китае, либо они контактировали с заболевшими. То есть вирус передался от человека к человеку. Каковы симптомы заражения инфекцией и что должно нас заражить в первую очередь? К сожалению или к счастью, симптомы этого заболевания, они не специфичны. Для них характерна такая же симптоматика, как для обычного РЗ. То есть это насморк, это повышение температуры тела до 38-39 градусов, это кашель, одышка, затрудненное дыхание. Также характерны симптомы расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта. В тяжелых случаях могут возникать пневмонии, тяжелый острый респираторный синдром. Поэтому в этом случае играет роль важную сбор эпитонамнеза. Где человек заболел, от кого он заразился, когда, находился ли он в Китае в этот момент. Можно и заболеть, и не иметь при этом симптомов? Да, возможно легкое, бессимптомное течение заболевания. Как можно защитить себя? Как и при любом заболевании, соблюдать правила личной гигиены, часто мыть руки, использовать кожные антисептики, маски, употреблять в пищу только термически обработанные блюда, бутылированную воду, воздержаться от контакта с заболевшими, также ограничить посещение мест массового пребывания людей, каких-то массовых мероприятий. Ну и вообще по возможности ограничить себя в поездках в ближайшее время. Сейчас уже существуют какие-то, может быть, вакцины от этого коронавируса? Нет, на данный момент вакцин нет. Вообще создание вакцины для новой инфекции – это трудоемкий очень процесс. Вакцину нужно создать, нужно ее зарегистрировать, нужно опробовать, исследовать. Это все занимает несколько лет и очень трудоемкий, очень затратный в финансовом плане процесс. Поэтому на сегодняшний момент Всемирная организация здравоохранения не видит необходимости в создании новой вакцины. Многих россиян, в том числе полевчан, наверное, интересует вопрос, можно ли получать посылки из Китая сейчас? Да, по современным данным, вирус, коронавирус, он неустойчив в окружающей среде, вне организма человека или животного. Он живет не более суток при условии, благоприятных условиях. Поэтому посылки у нас из Китая идут более суток, поэтому даже если что-то там есть, что маловероятно, оно уже давно погибло и не представляет какой-либо опасности. Можно ли посещать сейчас Китай, допустим, не только с туристической целью, но и по работе? На сегодняшний момент вылеты в Китай не запрещены. Этот момент обсуждается на высшем уровне, но пока не запрещены вылеты. Если же, однако, даны рекомендации турфирмам ограничить продажу туристических путевок в Китай и при отказе лиц, которые уже ранее купили путевки, возвращать деньги, не посылать людей в Китай. Если же вы собираетесь все-таки в Китай, соблюдайте правила личной гигиены, как я уже сказала, мытье рук, использование кожных антисептиков, использование масок. Причем маски нужно менять постоянно в течение двух-трех часов всего лишь использовать и сразу же новую одевать. Постараться не посещать рынки, массовые мероприятия, зоопарки, вообще избегать мест массового пребывания людей, избегать контактов с заболевшими. В случае, если у вас возникли признаки заболевания, нужно необходимо срочно сразу же обратиться в лечебную организацию, не заниматься самолечением. Если же вы прилетели из Китая и в Россию уже заболели, обязательно обращайтесь в лечебное учреждение, обязательно указывайте, что вы находились в Китае. Спасибо. Спасибо. Спасибо.